Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Екатерина Стихина с обзором азиатской сессии от 7 июля. Учитывая столь сильный конец июня, рынок, по крайней мере на сегодняшний день, придерживается более консервативных взглядов. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона ушли в минус. Календарь на сегодня практически пуст, и азиатские трейдеры в основном сосредоточены на динамике торгов предыдущего дня в Соединенных Штатах. Индексы Уолл-Стрит упали в четверг, причем технологический индекс NASDAQ сократился на 0,8% за сессию. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла выше 5% впервые с начала марта и достигла самого высокого уровня с июня 2007 года. Скачок произошел из-за того, что рост числа занятых в частном секторе США вызвал опасения, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше. Доллар США сократил потери по отношению к другим основным валютам, но сегодня в часы азиатской сессии давал неоднозначную динамику, разворачиваясь в минус. Данные ADP не всегда совпадают с ежемесячными данными от правительства по занятости, но они оказались настолько выше ожиданий, что вызвали опасения, что и сегодняшний отчет от Минтруда также преподнесет сюрприз в положительную сторону. Публикация данных о занятости в нескохозяйственном секторе США без сомнения создаст новые трудности для рынка облигаций. Возникнут вопросы, приведет ли хорошая статистика к избежанию рецессии или она подтолкнет к повышению ставок, что будет неблагоприятно. Азиатские рынки, похоже, убеждены, что оба сценария не способствуют росту цен на ценные бумаги, что привело к негативному давлению в этом регионе. Доходность десятилетних австралийских облигаций поднялась до десятилетних максимумов. После двухдневного обвала казначейские облигации немного отыграли потери. Азиатские фондовые индексы, в свою очередь, опустились до минимума за пять недель. Влияние оказывает и негативная ситуация с китайскими банками, вызывающая опасения о состоянии второй по размеру мировой экономики. Вообще настроения на рынке остаются пессимистичными. В пятницу китайские государственные СМИ критиковали Goldman Sachs за пессимистичные прогнозы относительно китайских банковских акций, называя их недальновидными. В итоге это вот к чему привело. Банковский индекс Гонконга упал на 10% за неделю. Это стало худшим показателем за последние пять лет. Похожие угрозы повышения ставок и замедления роста китайской экономики серьезно сказались на рынке акций. Рынки также следят за визитом Джанет Йеллен в Китай. Глава Минфина США начала свой четырехгневный визит в Пекин в пятницу с призывами к проведению рыночных реформ в Китае, занимающим второе место по величине экономики мира. Она также предупредила, что США вместе со своими союзниками намерены противостоять несправедливым экономическим практикам Китая. Йеллен высказала свои замечания в ходе встречи с представителями американских компаний, ведущих бизнес в Китае. Она также встретилась с главой Центрального банка Китая и бывшим министром экономики Лю Хэ, где в неформальной обстановке обсуждались вопросы глобальной американской и китайской экономики. Американские компании, работающие в Китае, видят визите Йеллен возможность поддержания торговых связей между двумя государствами, несмотря на геополитическое напряжение. Доллар, который уже обрел некую силу после истребинных протоколов Комитета по операциям на открытых рынках, получил дополнительный стимул в четверг, поскольку серия отчетов была сильной. Те, кто ожидал какого-то существенного сюрприза в данных о снижении, остались разочарованы. Реакция доллара была быстрой, он укрепился по всем направлениям. Тем не менее, сегодня в часы азиатской сессии он находился под давлением. Все внимание приковано к отчету по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, и он должен дать новую картину того, как же развивается рынок труда. Важно помнить, что экономисты регулярно недооценивали силу рынка труда, и прогнозы были ниже фактических показателей в течение последних 14 месяцев. Таким образом, в пятницу может быть опубликовано еще одно сильное значение, которое вновь может оказать дальнейшую поддержку доллару. Учитывая обновленную информацию, аналитики пересмотрели прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь до 260 245. Индекс доллара сегодня на торгах в Азии застыл в районе 103,5 пункта, а вчера в моменте достигал уровень 103,6 пункта после выхода данных от ADP. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов почти 95%, в то время как шансы на очередное повышение ставки на четверть пунктов в сентябре выросли до 30% с примерно 20% ранее. Исходя из технической картины, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшую стабилизацию доллара. Однако восходящий тренд, который идет с середины июня, может подняться до недельного пика на отметке 103,54 пункта, а затем и до майского пика на уровне 104,69 пункта. Индекс также может испытать давление и опуститься к отметке 103 пункта, если статистика по занятости окажется хуже ожиданий. Банк Японии отклонил перспективу немедленного отхода от политики отрицательных ставок, и это заявление сделал заместитель главы регулятора, одновременно защищая стратегию управления доходностью по кривой. Опровергая предположение о прекращении политики отрицательных ставок, Учидо обратился к существующим экономическим обстоятельствам. Он также подчеркнул необходимость банка отреагировать на изменения в корпоративном поведении в отношении заработной платы и ценообразования. Риск пропустить момент для достижения целевого уровня инфляции в 2% годовых при раннем изменении политики превышает риск задержки с ужесточением политики и позволению инфляции оставаться выше 2%. Экс-главный экономист Банка Японии также предположил сегодня, что Центробанк не внесет изменения в политику на заседании в конце месяца. И он ожидает, что Центробанк оставит свои прогнозы на 2024-2025 год практически без изменений, сигнализируя о том, что он еще не уверен в стабильном достижении целевого уровня инфляции 2% годовых. А достижение 2% инфляции в Японии остается очень сложной задачей. Естественно, что Банк Японии открыто обсуждает неопределенность в этом вопросе. И это, однако, может привести к неоднозначности его политических сигналов. Отклик рынка на данный комментарий был умеренным. Пара USD-JPY продолжила удерживаться ниже уровня в 143,70 иен, несмотря на мягкий тон бывшего представителя ЦБ. К моменту публикации статьи пара снизилась на 0,24% за день. В целом перспективы у иены неблагоприятные. Японская валюта может достичь уровней, которые в последний раз наблюдались в 1990 году при разделении курсов между США и Японией. Таким образом, пара USD-JPY может подняться до уровня 160 иен, а может быть даже и выше. Прогнозированная динамика для пары USD-JPY указывает на вероятность снижения влияния со стороны Банка Японии и изменения в монетарной политике ФРС в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Краткосрочные и среднесрочные перспективы также не внушают оптимизма. Если на июльском заседании Банка Японии сохранит текущий курс монетарной политики, иена, вероятно, продолжит ослабевать. Снижение реальной процентной ставки по иене, которая стимулировала недавнее ослабление японской валюты, близится к своему пределу. Однако, глядя на прошлогодний опыт, пара USD-JPY все же может достигнуть уровня 150 иен. Для начала нужно уверенно пока закрепиться выше уровня 145 иен. Растущие доходности облигаций в США укрепляют американскую валюту и оказывают давление на доллар австралийский. Сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе могут привести к дальнейшей волатильности на рынке облигаций и повлиять на динамику котировки AUD и USD. Кстати, в документации по последнему заседанию Комитета по операциям на открытом рынке отмечено, что некоторые члены Комитета ФРС считают целесообразным повышение ставок из-за напряжения на рынке труда, и это способствует росту инфляции. Это может означать, что рынок уже учел повышение ставок на 25 базисных пунктов в июле. А вероятность дополнительного повышения ставки составляет около 40%. Как бы то ни было, но сегодня австралиец торговался в Азии на отрицательной территории в районе отметки 0,6620. Краткосрочный тренд пары AUD и USD выглядит медвежьим. Трейдерам следует обратить внимание на уровень 0,6700, и отсюда динамика котировок может измениться. Этот уровень будет ключевым для восстановления бычьей позиции с целями 0,6730 и 0,6750. В случае дальнейшего снижения первым уровнем поддержки выступит 0,6600, а затем 0,6585. Новозеландский доллар готов завершить неделю ростом. Киви укрепился на 0,2% до уровня 0,6170 в пятницу, отметив небольшой недельный прирост после двух сессий снижения. Это произошло на фоне ожидания, что ставки на заимствования в Новой Зеландии будут держаться на высоком уровне в течение более длительного времени. Центральный банк Новой Зеландии, который продолжает следить за прогнозом внутренней инфляции, даже после того, как с конца 2021 года его общий прогноз увеличился на 525 базисных пунктов, планирует провести заседание на следующей неделе. Предварительные данные показывают, что годовая инфляция в стране начала снижаться, составив 6,7% в марте после достижения более 30-летнего максимума в 7,2% в предыдущем квартале. Однако она все еще остается более чем в два раза выше целевого диапазона Центробанка. Прогноз по паре AUD-USD остается прежним, а она может попытаться тестировать уровень сопротивления в области 0,6685. Если произойдет значительный рост и пробой области 0,6725, то это может указывать на продолжение подъема котировок с потенциальной целью выше уровня 0,6970. Не пропускайте видеообзоры Инстафорекс ТВ, мы работаем для вас и в вашей успешной торговле. Будем рады получить от вас обратную связь, до встречи в следующем выпуске!